Дневной разворот И в нашем сообществе во Вконтакте Тема первого часа не менее актуальная Объединяющая всех нас Потому что мы все ходим по дорогам Ездим, ремонт дорог Что сделано, что будет сделано Хотим мы поговорить в первую очередь В рамках федеральной программы Безопасные и качественные дороги И наш гость, сейчас мы его представим Министр транспорта Кирской области у нас в гостях Алексей Петриков, Алексей Вячеславович, добрый день Добрый день Практически уже середина лета Можно сказать, с июля все ближе и ближе Как оцениваете личное восприятие Качество дорог в нашем регионе Мы знаем, что вы сами передвигаетесь За рулем Сами можете как водитель оценку дать И в других регионах бываете В течение многих лет было принято Как-то ругать Кировскую область В рамках качества дорожного полотна Как сейчас оцениваете ситуацию Я передвигаюсь как на машине Так и пешком Особенно в выходные дни Хожу, смотрю, что происходит И в городе Кирове, да, то есть выезжая и в регион Вижу о том, что происходит И как на самом деле меняется ситуация на дорогах Даже иногда самому страшно становится Но правда в хорошем смысле, да, то есть Дороги просто преображаются И качество, которое сейчас выполняет Подрядная организация Намного выше, я могу сказать Чем года три назад Потому что удивлялся Когда приехал еще в 22-м году Были у меня некоторые моменты Замечания и по городу Кирову И по районам, да, то есть сейчас Мы на самом деле как бы уделяем Большое внимание, ну вот в частности Заказчик дорожный комитет Именно качество приемки работ Не зря же мы работу выполняем По программе безопасные качественные дороги Поэтому они должны быть безопасные, качественные Ну и при этом нагрузка на транспортную сеть региона растет На дороге, имею ввиду Все-таки у нас идет перераспределение транспортных потоков Также вот мы буквально недавно Может месяца три назад, четыре Проводили аналитику И увидели, что у нас на сеть начинает прирастать Особенно на федеральных трассах Ну понятно, что у нас две федеральные трассы Это Р-243, Р-176 И часть потоков перераспределяется на город Киров Да, то есть дальше распределяется уже на наши региональные дороги Через южный обход Уходят на другие, как бы региональные Мы видим, что прирост где-то в общей сложности идет от 15 до 20 процентов Уже такой пик Это ежегодно? Вот, по крайней мере, мы спрогнозировали за 23-й год По отношению к 22-му То есть о чем говорит, что нагрузка идет А почему нагрузка пошла? Потому что, вот ваш первый вопрос Вы сказали, что многие регионы раньше знали о том, что в Кировской области не очень хорошие дороги Сейчас регионы, которые нас окружают То есть и водители, которые едут Они, наоборот, пытаются проехать по нам Именно по Кировской области Да, уже улучшается ситуация И сам я вижу, что Вот я общался с коллегами из Татарстана Они даже были крайне удивлены Говорят, откуда у вас такие лучшие дороги появились, чем, допустим, у нас Как бы, ну так, просто утрировали То есть, ну, на самом деле, так, вот с границей Татарстана Да, у нас дороги вообще, как бы, да, то есть хорошие Ну, я просто как пример привожу Смотрите, да, есть ли смысл с учетом Постоянно возрастающей вот этой нагрузки На трассы и федеральные, да И потом то распределение, которое идет на региональную сеть Пересматривать именно стандарты сами по материалу, да По асфальтобетонному покрытию Потому что нередко бывает такое Дорожники сами говорят, что даже если мы делаем все в рамках ГОСТов Да, то это все равно покрытие, которое не совсем рассчитано на ту нагрузку Которая иногда на него бывает Ну, я, наверное, скажу так, что некоторые дорожники, наверное, заблуждаются Потому что есть текущий ремонт Ремонт дорожного покрытия, где производится срезкое устройство выравнивающего слоя И верхнего слоя А есть объемы работ, это капиталоемкие Да, действительно, там нужно расчет производить Потому что сейчас та дорожная одежда И то основание, которое находится под асфальтом в регионе То есть не только в этом регионе Оно не рассчитано на ту нагрузку, которая сейчас идет У нас сейчас нагрузка идет больше 10 тонн То есть уже по новым стандартам, как вы говорите Расчеты должны идти на 11,5 тонн на ось Соответственно, и межремонтные сроки 24 года 24 года То есть мы представляем, что это за дорожная одежда Это дорожная одежда под первую категорию А то, что сейчас мы производим Что в городе, что в региональных На федеральной трассе Это идет текущий ремонт Ремонт дорожного покрытия Замена слоев износа Которые по гарантии до 5 лет выдерживают А когда уже идет новое строительство Естественно, госэкспертиза только пропускает по тем гостам Нормам, которые существуют Еще важный момент при увеличении нагрузки на дорожную сеть При обилии большегрузов Очень важно контролировать вес транспорта Пункты весового контроля, я имею в виду Это тоже сеть у нас расширяется, развивается на территории области Я могу сказать так, что у нас на сегодняшний день У нас по национальному проекту безопасной качественной дороги Предусмотрено в этом году строительство Пяти весогабаритов Мы знаем, что у нас весогабарит есть на федеральной трассе В районе поста ГАИ Он существует, он работает На сегодняшний день заказчик, дорожный комитет Запустили в тестовом режиме уже два поста весогабарита Они функционируют, но опять же напоминаю В тестовом режиме до трех месяцев они будут работать, тестировать И уже отторгованы и приступают к работам У нас подрядная организация Ростелеком К строительству еще трех весогабаритов Которые будут в этом году реализованы Естественно, запущены в тестовом режиме И то, что предполагая к октябрю месяцу Эти уже последние три весогабарита Уже будут работать не в тестовом А уже будут контролировать прохождение Автомобильного транспорта И, соответственно, да, то есть Сейчас какие-то предварительные Вот на основе этих предварительных данных Посты работают в тестовом режиме Можем делать уже какие-то выводы Насколько грузоперевозчики соблюдают параметры необходимые? Ну, мы запустили уже только в течение месяца Да, да, мы рано сейчас будем говорить Я ставил задачу такую, чтобы уже к концу июля Увидеть общую картину Мы, по крайней мере... То есть в ближайшее время это произойдет, да? Да, июнь, июль мы тестируем Просто на третий месяц пойдем Уже мы увидим, да, то есть что происходит И как ездят, да, то есть с чем ездят И с каким перевесом все-таки идет Мы это увидим, я думаю, в ближайшее время однозначно А если машина идет с перевесом То каковы последствия? Ее разворачивают или просто накладывают штраф? Если машина идет с перевесом И рамка веса габарита зафиксировала То определяется номер владелица автомашины И данному автовладельцу, там, юридическому Или, там, частному лицу приходит штраф А насколько велики эти штрафы? То есть, возможно, им выгоднее ехать с перевесом И постоянно платить штрафы? Вы знаете, если это юридические лица То это до 500 тысяч рублей может быть, да, штраф Ну, в зависимости там в КААПе надо смотреть То есть, поэтому тут... То есть, представляешь, если у одного грузоперевозчика Несколько фур по стране разъехались с перевесом И штраф отовсюду прилетел по полмиллиона В общем, может набежать солидная вполне сумма Ну, плюс же на федеральных дорогах Есть еще, так называемые, тоже рамки То есть, платон Которые тоже определяют, да, какая машина идет С каким перегрузом, да То есть, ну, вообще, как бы машины не должны Сейчас, на самом деле, все перевозчики стараются Да, то есть, максимально ездить без перевеса Вот, максимально Ну, понятно, единицы нарушают Вот, мы на период, допустим, дорожный комитет На период в начале сезона выставляются временные весы Вместе с ГАИ, вместе с Ространснадзором Для того, чтобы, да, то есть, все-таки дисциплинировать водителей Это вы имеете в виду весенние ограничения Весенние, осенние ограничения, которые, да, мы всегда выставляем Один из моментов Ну, давайте уже перейдем непосредственно к итогам Хотя, слово «итоги» тут, наверное, не очень корректно употреблять Потому что мы знаем, что ежегодно планы озвучиваются большие По ремонту дорожного полотна в нашем регионе Итак, ну, по крайней мере, что удалось сделать за последнее время За прошлый год Итоги реализации БКД То есть, на территории Кировской области реализовывается Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» Вот, и на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» В 2023 году было выделено 6 миллиардов рублей Из которых 2,1 миллиарда – это у нас федеральный бюджет 2,4 миллиарда – это областной бюджет был А полтора миллиарда – это мы запрашивали у Министерства транспорта Российской Федерации, опережающие средства Чего мы достигли? То есть, мы в прошлом году За счет данных средств Отремонтировали больше 217 километров дорог Из которых 175 километров – это дороги регионального значения И больше 40 километров – это дороги, которые находятся в агломерации Кировской агломерации И отремонтировали порядка 13 мостов Общей протяженностью 611 метров Вот такие итоги мы получили по 23-му Все показатели, которые были и предусмотрены региональным проектом Мы достигли, все выполнили Работы были приняты качественно То есть, принимался строительным контролем Который определен Что касается 24-го года То на сегодняшний день у нас предусмотрено бюджетом 5 миллиардов рублей Но сразу скажу, что мы написали заявку Министерства транспорта Российской Федерации Росавтодор Также о получении опережающих средств А что это значит? Что такое опережающие средства? Это средства, которые выделяются дополнительно То есть, дополнительно региону Для того, чтобы достичь показателей Которые у нас в национальном проекте существуют То есть, допустим, если в этом году нам показатель Нужно 85% достичь по Кировской агломерации То мы этот показатель достигаем А чтобы быстрее отремонтироваться И достичь показателей Поэтому это и вот существует Просто опережающие Но это те же самые дополнительные деньги Которые Российская Федерация выделяет Помимо, да, то есть, национального проекта Безопасные качественные дороги В прошлом году выделили они по программе Специальные казначейские кредиты В этом году мы ожидаем В этом году из-за юбилея Произошло какое-то перераспределение средств В пользу агломерации Да, в этом году Городу Кирову дополнительно Было выделено средством в районе 200 миллионов Это только по дорогам дополнительно То есть, помимо того, что мы выделяем Правительство выделяет городу Кирову Достаточно средств в рамках Безопасных качественных дорог Вот скажу так, что где-то около миллиарда рублей Больше миллиарда рублей только на БКД Выделяется городу Кирову И на юбилей по дорогам было выделено 200 Вот, в общей сложности еще дополнительно Городу Кирову с учетом подготовки То есть, именно по дорогам То есть, больше 200 миллионов было дополнительно выделено А смотрите, Алексей Вячеславович Вот по прошлому году и по началу этого года В списке тех дорог, которые ремонтируются Есть ли те дороги, которые когда-то в начале Действия БКД были уже сделаны по этой же программе? Или пока мы только новые? Нет, ну давайте так, те дороги, которые были сделаны в начале Если они вышли из гарантии То, если их нормативное состояние не позволяет То они, наверное, попадают, естественно А гарантия у нас 4 года, да? Да, гарантия, да, то есть 4 года составляет И у нас объекты есть, которые на гарантии И гарантию полностью несет у нас Та подрядная организация, которая выполняла работу То есть, все эти генподрядчики, они несут Я могу сказать, что у нас где-то, наверное, на сегодняшний На весну было определено 463 объекта Это которые гарантийные Из них там 369 уже там приступили Работы ведутся, да, то есть по гарантии И сроки им поставлены по гарантии Закончить до конца июля Вот все гарантийные, да То есть, и опять же, да, то есть По осени, в сентябре будут обследованы Эти же дороги, да То есть, если будут выявлены недостатки Перед зимним периодом То подрядные организации также приступят До первых морозов, да То есть, естественно, устранять То есть, недостатки по дорожному покрытию А давайте напомним вообще Как те или иные участки дорог Попадают в список подлежащих ремонту Как выявляется это? В рамках обследования? Ну, давайте так Я скажу, что все дороги, которые попадают В список ремонта, да То есть, они, естественно, попадают По результатам диагностики То есть, ездят, назовем по-простому Диагностические, да То есть, любой заказчик проводит Аукцион, торги Объявляется конкурс Определяется поставщик Вот, определяется та или иная компания Которая имеет то же То или иное оборудование Которое нужно, да То есть, это диагностические машины Эти диагностические машины Проезжают по дорогам Вот, выявляют Также они могут выявить То, что Какие недостатки есть Какие дороги выходят из норматива Да, то есть, или еще По результатам этой диагностики Уже видно, да То есть, какой участок Нужно будет Ремонтировать там В следующем году Или там В следующем-следующем году Да, то есть И каждому участку Присваиваются там баллы Там 2, 1, там Аварийная, предаварийная Или еще Степень нуждаемости Да, в ремонт Конечно, да И плюс дополнительно Естественно, любой заказчик Смотрит, да Дорогу То, что помимо диагностики Понятно, что Если там 4 года гарантии То на эту дорогу Никто не выйдет работать Пока не будут Истечены, да То есть, гарантийные обязательства Тот подрядчик Вот Ну, опять же Вы там в начале говорили Да, у нас на сегодняшний день Есть основания, которые Ну, то есть Ну, дорога к не очень хорошая Да, то есть Ну, все эти недостатки Являются Пучины меняются Да, то есть И асфальтируется Там рамка гарантийной Если участок это гарантийный Обращение Поэтому не мы Как бы тут Да, то есть А уже техника определяет Какой участок Плюс, видимо, еще Играют роль Такие факторы Как, а ездит ли Общественный транспорт Да, по этим дорогам Насколько вообще Загружено это полотно Тоже все это Учитывается Конечно, как бы Да, то есть В первую очередь Все у нас ставятся Под ремонт Те объекты Которые имеют социальную значимость Вот Маршруты, правильно говорите Да, то есть Там региональные Межрегиональные маршруты Да, то есть Внутри там Города Кирова Вот Все это определяется Однозначно Это в первую очередь Так же Но опять же По истечению Гарантийных обязательств Да, то есть На усмотрение Уже идет заказчика Диагностика И Вот Другими Наприятиями 85% Вы сказали По Кировской, да? Это Кировская Агломерация Это уже мы достигли Этого соответствия Или еще идем к нему? Такая цель есть У нас Кировскую агломерацию Входят в город Киров Кирово-Чапецк И Слободской А если говорить по области Процент соответствия Он пониже? Конечно Пониже То есть там еще Есть к чему Стремиться и стремиться Ну Если там региональные Взять дороги То у нас Мы должны к 27-му году Да, то есть Дойти до норматива А когда мы этот Процент соответствия Высчитываем Мы И опять же вернусь К тем дорогам Которые уже были давно По БКД отремонтированы Вот те первые Отремонтированные дороги На которые уже Закончился гарантийный срок Мы их считаем Что они в нормативном состоянии Или не берем их в расчет Или проводим диагностику И учитываем на ходе Мы считаем Что они находятся В нормативном состоянии Да, то есть Ну опять же Давайте так Любая дорога Вот она выходит из строя Что-то входит Да, то есть Опять же Как бы такая цикличность идет То есть дорогу Можно ремонтировать Четыре-пять лет Раз Допустим Ее спокойно Можно ремонтировать Опять же При наличии Средств Как бы Да, то есть Тут я столкнулся с тем Что дороги здесь Не ремонтировались И по 20 лет Есть такие участки Поэтому тут Все зависит от финансового Какого уровня Эти дороги Местного значения Муниципального И местного значения Межмуниципального Я могу так и скажу Что и межмуниципальные Есть такие участки Как бы тут Не исключено Что на региональных дорогах Тоже не все Как говорится Идеально Да, то есть Ну не региональных А межмуниципальных Поэтому есть и такие Сейчас мы Могу сказать Что подтянули Большой процент Уже Как бы что Достаточно У нас там К нормативу 50 процентов Да, то есть Доходит Давайте поговорим О подрядчиках Которые непосредственно Занимаются ремонтом дорог Кто сейчас Эти подрядчики Это наши Мы привлекаем Иногородних Из других регионов Какие требования К ним предъявляются И вообще В целом Оценка их работы Насколько они Добросовестно Относятся К своим задачам Да, то есть Я скажу так Что подрядчики Определяются На соответствии С действующим Федеральным законом 44 Открытые конкурсы Открытые аукционы Они Определяются Именно там Да, то есть Их не определяет Ни министерство транспорта Ни любой Заказчик У нас для этого Есть там Центр закупок Куда сдаются Все документы Конкурсная документация Там Проходятся Торги Проводятся И определяется Опять же По 44 223 МФЗ Что касается Тех подрядчиков Которые работают У нас В регионе Да, то есть Да, то есть Что я скажу сразу Что По региональным дорогам Да, то есть У нас работают Два генподрядчика Это ВИАТ-Автодор Вот И Строительное управление 43 По городу Работает ГДМС ГДМС Основные игроки На протяжении Многих лет Вот Понятно Есть что Те Которые Подрядчики Которые там Всю жизнь Находятся на Субподряде Вот Как бы Да, заняли Свою в бизнесе Нишу Как бы И находятся На субподряде Таких тоже Есть Как бы Да, то есть Ну я могу сказать Что пол Дорожно-строительные Дорожные Да, то есть В Кировской области Имеется Вот То, что Как бы На сегодняшний день Оно прорисовывается Видно Что касается Еще хочется спросить Стоимости материалов Мы как-то все привыкли К тому, что Ну жизнь дорожает Да На каком-то На простом На бытовом уровне Мы видим Что цены растут А цены на материалы На работы Они тоже повышаются Вот этот процесс Удорожания Дорожного ремонта И строительства Он Все правильно Имеет место быть Все правильно Все дорожает Все И тот же щебень дорожает И тот же битум дорожает Все дорожает Потому что Если там взять Пик Вот сейчас То уже Рост цен На щебень На битум Очень велик И удержать стоимость Именно на этот материал Допустим Мы сейчас Наверное С вами не можем Ни я Ни вы Это не можем сделать Но все подрядчики Которые работают Они Уже Знают Свои запасы Знают Запасы Предполагают Свои Так назовем Объекты Наверное Стараются Закупать Материал То есть Информация Есть Но увы Мы тут Уже Не удержим Материалы Мы полностью Используем Привозные Что у нас свое Ну вот Щебень У нас все Привозное То есть Получается Щебень Который В дороге Используется Он привозной С Урала Потому что Там марка Не менее 800 Должна быть По прочности Битум То же самое Привозное Как бы Вот Чемблатовский Карьер То есть У него марка 400 Ну максимум Там 600 Опять оно идет Да То есть В обочину Укрепление Обочин То есть Его в дорожное покрытие Нельзя использовать Что касается Разрушение Иначе Пойдет Ну там реакция идет Определенная реакция Битумом С данным Щебнем Поэтому там Химические процессы Что касается Гарантийных работ Вот по принятым В прошлом году Участкам Много ли было Тех участков дорог Которые вы вернули Назад подрядчиком Мы им не возвращаем Дороги Дороги Они остаются Нашими Я бы Может готов был Вернуть им Для того чтобы Да то есть Их Доделывать И содержать Да то есть Ну все участки Эти приняты Да то есть Когда начинается Ремонт любой Заказчик Передает по акту После ремонта Закончился Подписали Гарантийный Паспорт Да то есть Дорога вернулась Заказчику По весне И по осени Заказчики Вместе с подрядными Организациями Которыми Выполняли работу Выезжают Обределяют Дефекты Да то есть И Там у нас На сегодняшний день Я скажу так Порядка Больше четырехсот Гарантийных участков По триста шестидесяти Выявлены Да то есть Там были дефекты И они уже Это не только по прошлому году Это не прошлый год Это все с накопительным Потому что гарантия От четырех до пяти лет Просто интересно было Есть ли какая-то Я не знаю Какая-то Аналитика По поводу того Стали ли лучше Подрядчики работать То есть условно говоря Там реже приходится Переделывать Какие-то Замечания Меньше ли претензий В их адрес При приемке Я вначале сказал Что качество работ Которые Да то есть Сейчас намного лучше Претензий меньше По крайней мере Подрядчики Понимают И знают Свою зону Ответственности Да то есть Ну давайте так Каждый работает На то чтобы Да то есть Завоевать Что-то Да то есть Именно для того Чтобы на его Видели и знали Это же коммерческое Предприятие Это заинтересовано В том что Сделать И получить ашлату Да то есть Что какое-то Предприятие Это хорошее А это плохое Почему плохое Потому что Они сделали гарантийные Да то есть Они даже сами Выезжают Если видят где-то Дефект Сами устраняют Немного Время у нас остается Хотелось бы затронуть Еще целый ряд Участков Которые относятся К важнейшим Наверное Да дорогам На территории Нашего региона И которым Приковано Внимание Постоянно Многих жителей Не только местных Но и из других Близлежащих районов Участки например Вазюк-Опарина Подосиновец Пинюк Алимеж-Скрябина Хотелось бы Чтобы мы еще раз Проговорили планы В отношении этих Участков дорог Да действительно У нас направление Северо-Запад Оно слабо развито И могу сказать Так что По поручению Александра Валентиновича Мы изыскали И нашли В оригинальном бюджете Дорожном Фонде средства На реализацию Проекта Это первый Назовем проект Вазюк-Опарина Протяженность Данного участка У нас больше 25 километров Ну если Точнее 25 километров 460 метров Вот Реализация Этого проекта Уже Начата Вот Подрядная организация Генеральная подрядная Организация У нас строительное управление Су-43 На подряде На подряде У нас работает Акционерное общество Вятский автомобильный Дороги Как раз Вятские автомобильные Дороги Приступили к реализации Проекта Со стороны Опарина В сторону Вазика Этот объект У нас Двугодичный Двугодичный Вот И он уже Еще как повторяюсь Да То есть Уже Приступили к реализации Потому что Ведутся подготовительные работы Завезли материал В зимний период Вот Да То есть Ведется вырубка Подготовка Там основания Да То есть Также заводится Уже тяжелая техника Что касается Дальнейшего развития То дорожным комитетом И как заказчик Являются данные дороги Ведется проектированием Алексей Вячеславович Да Простите Я перебью Я прекрасно знаю Как выглядит этот участок Дороги Возди Копарина Я просто не представляю Я хотел пояснить Он сейчас находится В щебеночном исполнении Щебенка там Достаточно Давненько делась То есть Все уже притоптано Разрушено Мы идем к тому Чтобы полноценное Асфальтовое полотно Было Да У нас Итог Итог данного Реализации проекта Это будет твердое покрытие В асфальтовом исполнении То есть 25-й год Объект реализовывается В этом году 7 километров По плану Да То есть И на следующий год Все остальные километры То есть В зависимости от финансирования Ну Дальше я говорю тогда Да О том Что у нас Да Под Осиноц Мы пробиваем Да То есть В частности Дорога есть Вот И Дорожный комитет Как заказчик Реализовывает На сегодняшний день Три проекта По проектированию Общей протяженностью 75 километров Вот Ожидаем Что Вроде бы как Даже не вроде бы как А проектные группы Которые работают Подрядчики Да То есть Достаточно уверенные Надеемся Что декабрь месяц Они все выйдут уже С положительным Заключением экспертизы И плюс Я могу сказать Что мы данные Дороги Заявили на Совете Федерации Вот Буквально недавно Да Буквально недавно Да То есть Под то что Как бы мы Разрабатываем ПСД Мы заявляемся И уже как бы Да То есть Будем показывать Готовый ПСД Для того чтобы Нам выделили Из Да То есть Российской Федерации Каков будет Социально-экономический Эффект Да После того как мы Эти участки закончим Наверное не только Министерство транспорта Да Не столько Министерство транспорта Мы Чтобы была понятна Важность Министерство транспорта Обеспечим доступность Жителей Дальних регионов Северо-западных До центра Вот Откроем маршруты Вот Автобусов Чтобы у нас было То есть Сообщение Что касается Там социальное развитие Ну это уже наверное Другое министерство Как бы ответит Да То есть Поэтому наша задача Это чтобы была дорога Доступность От автобусов Люди могли Не только ездить На своем личном Транспорте А могли также Передвигаться Да То есть И на маршрутных Транспортных средствах На автобусах Ну и там Есть железная дорога Стоимость строительства Этих участков Она будет ясна Когда в ПСД Да Уже непосредственно Будет готова Да Стоимость она будет ясна После того Как только мы Получим проектно-сметную документацию Ну местность Надо понимать Непростая Полностью С вами согласен По ней ездил Да То есть Оно есть участки Которые достаточно На укрепление Очень нужно тратиться Да Тщательно Ну там проекты Будут разработаны И мы уже поймем О том Что сколько будет Стоимость строительства Предположительно Предполагаем Да То есть Что где-то От 7 миллиардов 7 будет стоимость Стоимость этой дороги 7 миллиардов Ну это 7 миллиардов С учетом 75 километров Может быть И меньше будет Просто как бы Предположение 3 минуты Здесь Нововятск Наверное Нововятск Ты имеешь ввиду Путепровод Путепровод А ну давайте Актуализируем Информацию Напомним О планах Я поправлю Что у нас Нововятске Будет тоннель Под железной дороги Под железной дорогой Данный тоннель Сейчас находится В экспертизе В экспертизе Ориентировочный выход Я могу сказать Техническая часть Экспертизы Согласована Сейчас дорабатывается Сметная стоимость Именно Да То есть Этого тоннеля Надеемся Что уже Июнь Начало июля Может быть Середина июля Мы получим Положительное заключение Экспертизы Дальше Заказчиком у нас Является Город Киров Город Киров Объявляет торги Вот И определяет Подрядчика И приступаем В этом году К реализации Данного объекта Как Рене сообщалось Без Перекрытия Железнодорожного сообщения Да И все это будет происходить Надо смотреть Железнодорожное сообщение Однозначно будет Железнодорожное сообщение Мы не можем остановить Железнодорожное сообщение Естественно будет Ходить Никто не остановит Поэтому для этого Предусмотрены Всякие СВСУ Мероприятия Что касается Движения Автомобилистов Автобусов То все будет запущено По проекту Организации строительства То есть по проекту Организации дорожного движения Мне кажется Жители Нововятска Сказали Вы останавливаете Железную дорогу Только не трогайте Автомобильное сообщение Ну давайте там пар поездов Очень достаточно Больше 60 пар поездов В сутки Которые идут Поэтому Ну интенсивно Очень движение Да безусловно Мостовой еще Строительство моста Через Чепцу В Кирово-Чепецке Тут какие планы? Ну планы у нас Как всегда Грандиозные То есть оптимистичные Мы как бы Знаете о том Что объявили В марте месяце Закупку В апреле Она не состоялась Потому что Не объявился Ни один подрядчик Выяснилось о том Что стоимость Которая там Находилась И проектно-сметная Документация Когда была разработана На сегодняшний день Она уже стоимость Назовем там Устарела Да то есть Уже не соответствует Соответственно Дорожный комитет Как заказчик Ушел на пересмотр сметы Потому что Это было основанием Для того чтобы Пойти пересмотр сметы И в начале июля Заходят в экспертизу На пересмотр сметной стоимости После положительного заключения Объявляем заново торги И приступаем То есть приблизительно Осень этого года получается Ну приблизительно Если так Мы надеемся Что июль-август Получим заключение Положительное Экспертизы Сентябрь-октябрь Это конкурс И к работам Но на самом деле Там к работам Уже приступили Потому что Другим проектам Предусмотрены Подготовительные работы Это выкуп земельных участков Выкуп зданий Сооружений То есть уже как бы там Благодарим нашего гостя Алексея Петриков Министр транспорта Кировской области Спасибо Спасибо До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok